Дерево во дворе Взгляд из окна Анны Франк Дерево во дворе было 172 года. Это был конский каштан. Вести у каштана, словно зелёные звёзды, а цветы пушистой пирамидки, цвета белого с розовым. Каждую осень он позволял своим колючим плодам звучно шлёпаться на землю. Зимой его голые ветви казались узорчатой решёткой на фоне бледно-голубого неба. Каштан рос недалеко от городского канала, и чайки укрывались его сини. Поначалу двор был всем его миром. Каштан был не настолько высок, чтобы заглянуть за дома, мастерские и фабрики. Но однажды весной он поднялся выше рыжих крыш и увидел прекрасный город. Каштан широко раскинул свои корни и устремился к небу. Всюду царил мир, пока не пришла война. Взрывы сотрясали землю, сполохи разрывали ночь, чужие люди заполонили город. В первую военную зиму на одной из фабрик сменился управляющий. У нового управляющего была жена и две дочери. Старшая дочь была тихой и спокойной, младшая была подвижной и весёлой. У неё были тёмные волосы. Когда они приходили на фабрику, она играла возле канала или садилась у окна и что-то записывала. Она писала часами. Она не могла оторваться, даже когда её окликал отец. Дерево любило смотреть на неё. Но в середине знойного лета девочка перестала приходить. Дерево в тревоге роняло листья, пока вдруг не заметила девочку в окне задней части фабрики. Там оказалась и вся её семья. Некоторое время спустя к ним присоединились ещё папа, мама и мальчик. А потом ещё один мужчина и чёрный кот. Девочка и её отец завесили окна плотными шторами. Время от времени внимательный взгляд смотрел сквозь шторы во двор. Единственное незавешенное окно было на чердаке. Там девочка читала, гладила кота и расчесывала свои непокорные волосы. Иногда она смотрела в небо, но чаще всего она писала. Она вела записи в своём красно-белом дневнике. Когда раздавался гул самолётов и грохот взрывов сотрясал пристройку, девочка пряталась в папиных объятиях. Она не выходила из дома. Дереву это было непонятно. Война не кончалась. Однажды сквозь шторы дерево увидела, как люди зажгли свечи и запели. Девочка росла бледной и худой. Как-то раз молодая женщина, работавшая на фабрике, принесла для неё ручки и бумагу. Девочка писала всё больше и больше. Она исписывала страницу за страницей. На четвёртую зиму войны дерево увидело мальчика рядом с девочкой. Они говорили и смеялись или просто смотрели сквозь чердачное окно на голые ветви каштанов. Блестящие в каплях росы, настолько потрясённые и взволнованные, что не могли говорить. Они поцеловались. Дерево постаралось, чтобы этой весной его цветы были особенно яркими. А потом одним летним утром на фабрику пришли люди в серой форме. В ней сорвали шторы саку, раскидали бумаги девочки и затолкали всех, стоявшие на готове чёрные машины. Машины умчались. Та женщина с фабрики собрала записи девочки. Дерево стояло в напряжённом ожидании. Лето, осень, зима, весна одно время года сменялось другим. Война окончилась. Вернулся только отец. Кудой. Глаза его были полны тоски. Он бродил по пристройке, словно живое привидение. Женщина принесла ему записи девочки. Они заплакали. Дерево продолжало жить, но оно уже не было тем деревом, что прежде. Шли годы. К его удивлению, другие дети появлялись при стройке. Они бродили там, где бродила девочка и сидели там, где сидела она. Не подбирали земли сброшенные ветром колючие коробочки или смотрели на дерево, настолько потрясённые и взволнованные, что не могли говорить. Шли годы. Появлялись другие дети. Век подошёл к концу. Дерево прожило отпущенный ему срок. Оно было готово уйти. Много-много разных людей пыталось его спасти. Они давали ему лекарства. Они срезали его крону. Они обрезали молодые побеги у его ствола. Они соорудили для него стальную подпорку. И они подбирали его плоды, как золотые монеты. А оно всё вспоминало, как мало было тех, кто пытался спасти девочку. Летом, когда девочке исполнился бы 81 год, штормовой ветер разломил ствол дерева пополам. Так же, как и девочка, оно вошло в историю. Так же, как и девочка, оно продолжает жить. Его семена и побеги были бережно высажены. Теперь его дети деревья растут повсюду. Одно растёт в Нью-Йорке, там, где раньше стояли башни-близнецы. Другое растёт возле школы в Арканзасе. А ещё в Англии, Аргентине, Франции. По всему миру. Хотя эти деревца ещё маленькие, дети всё равно приходят к ним. Они читают слова девочки о каштане во дворе в блестящем каплях росы и прикасаются к тонким стволам. Они настолько потрясены, что не могут говорить. Девочку звали Анна Франк. В оккупированных Нидерландах нацисты отправляли всех евреев в концентрационные лагеря. Анна и её семья прятались в пристройке к фабрике, где её отец работал управляющим. Их выдали, и они были арестованы. 4 августа 1944 года. А до этого их поддерживали несколько сотрудников фабрики, включая женщину по имени Мип Гис. После того, как их увезли, Гис собрала и сохранила записные книжки из страницы дневника Анны Франк. Анна умерла от тифа в концентрационном лагере Берген-Бельзен в марте 1945 года. За три недели до освобождения лагеря из всей семьи выжил только Отто Франк, отец Анны. После войны Гис передала ему дневник, а он подготовил его издание на Нидерландском. Дневник впервые был опубликован в июне 1947 года, а в 1952 году издан в Америке. С тех пор дневник был переведен на 70 языков и до сих пор издается. В дневнике Анна пишет, как шила шторы, как боялась авианалетов, как праздновала Ханку. Она три раза упоминает Каштан во дворе. Эпиграф к ее книге взят из ее дневника. Запись от 23 февраля 1944 года. Несмотря на десятилетние попытки спасти дерево, оно сломалось и умерло летом 2010 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова